Сегодня аналитическая компания Chainalysis стала Палантвайр от криптовалют, она также сотрудничает в американскими правительственными организациями и заключает с ними многолилонные контракты, опережая своих конкурентов в индустрии. По информации Кайндеск, компания является ведущим подрядчиком по блокчейн-анализу для 10 федеральных агентств, департаментов и бюро. С 2015 года федеральные агентства потратили не менее 10 миллионов долларов, точнее 10 долларов 690-706, на инструменты и обучение Chainalysis, согласно 82 отчетам о контрактах на закупке. Если контракты будут продлены, компания может получить еще 14 миллионов долларов, и хотя сама Chainalysis утверждает, что в 2019 году только 1,1% биткои-транзакций были связаны с незаконной деятельностью, их число выросло на 180% по сравнению с прошлым годом. Правительство США увеличивает свои расходы на Chainalysis каждый год. В 2019 году компания получила более 5 миллионов долларов, что на 20% больше, чем в 2018 году, и на 22 558% больше, чем в 2015 году, когда ФБР и Служба внутренних доходов в США были единственными правительственными клиентами Chainalysis. В настоящее время Chainalysis получает деньги от следующих американских ведомств, ФБР, Агентства по борьбе с наркотиками ДИ, иммиграционного и таможенного контроля, АИС, Комиссии по ценным бумагам и биржам, СЭК, Комиссии по торговле товарными фьючерсами, КВК, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, ФинСИН, Налогового управления, АИРС, Секретной службы, АСС, Управление безопасности на транспорте, СА, и даже из Военно-воздушного министерства, DAF. Несколько из них подписали шестизначные сделки с Chainalysis. Если, к примеру, СА потратила 40 долларов 000 на один контракт в 2018 году, то АИРС, крупнейший правительственный клиент Chainalysis, потратила 4,1 миллиона долларов за пять лет. На втором месте находится АИС с контрактом на общую сумму в 2,6 миллиона долларов, ФБР занимает третье место с 2,4 миллиона долларов, ФБР планирует потратить еще миллионы в течение следующих двух лет и обгонит АИРС как самого щедрого представителя правительства США в области блокчейн-анализа. Что они покупают? Сложно сказать, за что именно платят Chainalysis эти агентства. В 29 контрактах упоминаются лицензии на различные продукты, в 5 программное обеспечение компании под названием Reactor, остальные же наполнены очень размытыми формулировками, DAF потратила более 110 долларов 000 на операции с криптовалютой Биткоинсик. Сама компания, которая год назад привлекла 30 миллионов долларов инвестиций, производит только три продукта, Reactor, Кит и Криптоус. Reactor, флагманский продукт компании, представляет собой подля визуализации транзакции и работает уже более года. Наши клиенты из частного сектора также используют Reactor. Специально для них мы также разработали два новых продукта, Кит, Know Your Transaction и Криптоус, сказал Джонатан Левин, соучредитель и директор по стратегии Chainalysis. Reactor визуализирует движение криптоактивов. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова